Мы с вами разобрались, как ферменты помогают катализировать реакции. Представьте, что вот здесь у нас фермент. Рядом с ним находится субстрат. Он прикрепляется к активному центру фермента. Скажем, он прикрепился где-то здесь. Место, где прикрепляется субстрат для начала реакции, называется активный центр. И фермент выступает катализатором и подталкивает реакцию. Пусть в нашем случае субстрат должен разделиться на две молекулы поменьше. И после реакции молекула фермента остается точно такой же, неизменной. Но она приняла участие в реакции в качестве катализатора. Реакция прошла, и субстрат в нашем случае разделился на две половины. Вот одна новая молекула, вот вторая. Они покинули активный центр. После реакции они теряют сродство к активному центру, и их комплекс с ферментом распадается. Итак, фермент сыграл в реакции роль катализатора. А в этом видео я хочу рассказать о том, как наоборот, предотвратить реакцию, а конкретно не дать ферменту катализировать реакцию. То есть в этом видео мы поговорим о конкурентном ингибировании. Это не единственный вид конкурентного ингибирования, но это наиболее классический вариант из учебника. Давайте скопируем наш фермент. Вот здесь кружком я обвел его активный центр. А дальше молекула предполагаемого субстрата пытается добраться до активного центра и вступить в реакцию, как на этом рисунке. Но в классическом сценарии конкурентного ингибирования, о котором я хочу рассказать, появляется другая молекула – ингибитор. Скажем, она выглядит вот так. И она конкурирует с субстратом за активный центр. И если ингибитор первым доберется до активного центра… Давайте нарисуем, что тогда получится. Еще раз скопируем фермент. Здесь у него будет другая молекула, не та, что должна была стать субстратом. И тогда неудавшийся субстрат, то есть молекула, которая должна была участвовать в ферментативной реакции, не сможет прикрепиться к активному центру, и реакция не произойдет. Эти две молекулы конкурируют за фермент, в данном случае за активный центр. Это не единственный вариант конкурентного ингибирования. Другая форма конкурентного ингибирования называется алластерическое конкурентное ингибирование. В ферментах, кроме активного центра, есть так называемый алластерический центр. В случае алластерического конкурентного ингибирования, ингибитор связывается не с активным центром, а как раз с алластерическим центром. Конкурирующий ингибитор связывается с ферментом где-нибудь здесь, в другой точке, не в активном центре. И несмотря на то, что конкурирующий ингибитор связался с ферментом не в активном центре, активный центр в таком случае все равно не может связаться с субстратом, так что результат будет тем же. Субстрат не свяжется с ферментом, и реакция не произойдет. Но если вдруг субстрат доберется до активного центра быстрее, давайте нарисуем этот вариант. Если субстрату удастся связаться с активным центром, то конкурирующий ингибитор связаться не сможет. Здесь они снова конкурируют. Вот это у меня пусть будет конкурент. Кто первый доберется до фермента, тот его и получит. На этом рисунке не успел ингибитор. Это утверждение верно для обоих вариантов. Когда вещества состязаются за активный центр, если первым доберется ингибитор, субстрат не сможет связаться, реакция не произойдет. А если первым доберется субстрат, то тогда не сможет связаться ингибитор. Верхняя схема может иллюстрировать как раз этот случай. Здесь субстрат связался с активным центром и ингибитор уже не сможет этого сделать. В случае аллостерического конкурентного ингибирования, вещества по-прежнему соревнуются за фермент, но он достанется лишь одному из них. Когда одно из веществ свяжется с ферментом, тогда второму уже ничего не достанется. Они по-прежнему конкурируют за фермент, но здесь ингибитор старается прикрепиться не к активному центру, а к аллостерическому центру. Связавшись с аллостерическим центром, он меняет структуру фермента и активный центр перестает связываться с субстратом. И я хочу отдельно подчеркнуть этот момент, потому что, когда я изучал эту тему, я немного запутался. В некоторых источниках, в частности в интернете, аллостерическое ингибирование часто называют неконкурентным, потому что вещества не конкурируют за активный центр, но это неправда. В случае неконкурентного ингибирования ингибитор может связываться с ферментом вне зависимости от того, успел субстрат попасть в активный центр или нет. Но после того, как ингибитор связался с ферментом, реакция дальше не идет. Он меняет структуру белка так, что тот не может катализировать реакцию. При неконкурентном ингибировании оба вещества могут связаться с ферментом, но ингибитор останавливает реакцию. При конкурентном ингибировании, аллостерическом или не аллостерическом, связаться с ферментом может лишь одно вещество или субстрат или ингибитор, поскольку они конкурируют друг с другом.